Ранетка подходит, конечно, подводит на песчаных почв в Белоруссии. Вы знаете, ранетка – это такая зараза, это гибрид. У гибридов есть они, ранетки. Они мало того, что гибрид изначально, кто-то специально соединял качество двух разных, абсолютно разных, из разных мест. Ведь по Мичурину хотите получить, а ученые к этому стремились, вот тут я их уважаю. По Мичурину получалось, что хотите в этом месте иметь нечто, чего раньше не было. Вот это с одного края планеты или страны, а страна огромная, а это с другого края. Вот их скресите и посадите. Соединяются разные качества, абсолютно разные. Какие? Больше этого не знает никто. А потом идет наслоение, наслоение, наслоение за счет того, что идут год за годом, десятилетия за десятилетия, столетия за столетия. Вот. Как правило, они, ранетки, дичают. Они настолько дичают, что даже теряют свои вкусовые качества. Но это ладно, мы им прощаем. Вам же нужно в качестве подвоя, правильно? И вот что получается в песчаной почве? В принципе, ранетки, как яблони, больше рассчитаны на влажную почву. Если говорить да, так нет. Если вот песчаная почва, значит, ранетки не самые лучшие. То есть, изначально предназначены для влажных почв. Груши для сухих, яблони, когда-то у них разошлись, генетика разошлась и закрепилась. Груши для сухих, далеко вода, яблони близка вода, еще возможность давать корневое творчество. И тогда получается не для вас. Но, я все время подчеркиваю, не бывает худа без добра. За эти годы ранетки стали не просто гибридными, а гибридными в квадрате, в кубе. Там сейчас только понамешано. Они же росли всегда в садах смешанных. Тут же рядом и ранетки, то есть, яблони с Дальнего Востока, из Европы, чуть ли не из этого. Вспомните мелбу из этого, из Канады. Вот, и получается, хотите, не заказывайте, но у вас не будет маршрутики по двое. Так, по двое, которое из этих самых, и мы не дошли до того, как заключили договор. Значит, Приморский край с белорусами. Белорусы Приморье учить будут. Так деградировало Приморье, что белорусы учить будут. Поделятся технологиями и сортами. Понимаете? Белорусы, вот там, где вы живете. И вдруг выясняется, что у вас подводят, а пути их нету. Ведь то, что подводят в Белоруссии, это палки прочные, которые годятся только, если их обязательно закрепить на шпалеры. Если рядом деревянные не выдерживают, рядом копать железобетонные столбы. А мы-то дачники. Так? Значит, нам для песчаных почв нужны семечки из семян. Нам нужно вырастить корень из собственных деревьев. И выдержать для песчаной почвы. Я говорю так. Если вы берете 100 семечек ранетки, так, пусть они в процессе роста еще и больше отничают. Если, конечно, они не напитаны этими. У меня-то ранетка рядом же культурная. Они могут, ранетка такая, она может еще и лучше вырасти, если копылили вот эти, культурные мои вот эти. Да? Но гарантии не даю. Но мне почему-то кажется, что обязательно в этой сотне будет 5, 10, 20, 30, которым ваша песчаная почва идеально подойдет. Почему? Это гибриды в квадрате. Это уже намешаны качества не двух сортов, там, папа, мама, а бабушки, дедушки, соседа. Извините за выражение, когда мама, блондинка, папа брюнет, сосед рыжий и ребенок родается рыжим. По неволе начинаешь подозревать, что-то тут не то. Так и тут. Короче, не бойтесь, заказывайте эти самые ранетки и ранетки. И у вас наверняка они пойдут как подвой. Тем более ранетка прекрасная биологическая совместимость с культурными вот этими вот. Все, высказался. Тимур, Северная Карелия. У-у-у, опять Карелия. Вот. А деревья могут адаптироваться к почве сразу. А, это вы отвечаете Галине. Ой, давайте, интересно, как? Деревья могут адаптироваться к почве сразу к иметь состав. Галине всегда будет плохо расти вместе, далеком от родины с другим составом почвы. Даже если взять ворсат и сделать анализ почвы, потом создать похожий условий в новом месте, посмотреть, брать. У меня был сплошной, знаете, я беру участок, это самое. А перед этим там было картофельное поле. То дача не вот эта, на острове, кто сожгли. А дача, да. Хвощи сплошные. А я никогда анализ на кислотность не брал, на ПАЖ. Я просто смотрю, сплошные хвощи. Я читаю там обыкновенную статью в журнале. Где хвощи, там кислопочва. Проходит время, они исчезают сами. Почему, догадайтесь. Деревья, почву под себя подстаивают. Под себя. Почва выбирает деревья. Но если, в принципе, дерево все-таки оказалось жизнестойким, привыкло к этой почве, создало крону. Под этой кроной развивается жизнь. Главное, не калечить почву под этой кроной. Это основа основ. И тогда дерево, почва к дереву, и тут Тимур получается абсолютно прав. Вот так вот. Время, если весной будем пересаживать привитые сливы, их нужно укоротить. Да. Нужно. Я не понял насчет уменьшения кроны. То есть, не уменьшение кроны, а о том, чтобы... Ой, надо по конкретно уже с фотографиями. Сейчас, как я вам сейчас объясню, сколько отрезать. Если весной, с горшков одна треть. Если корни с комом земли, может, одна треть. Если голые корни рассыпались, когда пересаживаете. Половину кроны выбирайте 100%. Тем более, если корни еще искалечены. Даже больше, чем половину кроны выбирайте. Вот. Дальше. Невзоров, весь подвой, и агротехника ваша. А это к чему тогда разговор? Ну-ка, что мы там говорили? Так. Смотрите. Выберзло пять яблок вместе с подвоем. Того же года, приоритет с хорошим приростом. Теперь он пишет, что... Весь подвой и агротехника ваша. Сеется абрикосов. Мы в восторгу. Эту зиму пережили очень хорошо. Нынешний просто печаль. Так не бывает, чтобы яблоки не погибли, а абрикосы остались. Тут все должно быть наоборот. Дальше. Не подвой, а приводит. Тогда что получается? Не подвой, а приводит. Тогда может быть здесь не так. Еще раз. Я люблю копать до конца. Только где у меня? Ага. У нас на Алтае третий день, бабье лето. Впереди зима. Хочется верить, что... Ну, на 48, извините, я никому не обещал при 48, что это будет все процветать. Извините. Есть предел зиму. Тогда вымерзло пять яблок вместе с подвоем. Может быть, поменяли подвой на приводит слово? То, что пора снега, это еще не страшно. Короче, не подвой, а приводит. Подвой я беру. А-а-а-а. Подвой-то не мой. А я чуть-чуть не это. Давление не подсказать. Подвой-то не мой. Ну, тогда понятно. Наша песня хороша. Если подвой и приводит мои, у них 100% галактическая совместимость. А здесь нормально. Он не должен был замерзнуть. Потому что это первая попытка. Это первое поколение. Так, что-то нам пишет Тимур из Северной Карелии. Давайте подождем. Приблизилось все-таки к концу. Незаметно. Вот. Контора пишет. Подождем. А пока я скажу. Каталог Северной, видите? Нажали. Вот. Потому что неизвестно, что будет в следующем году. Или, как говорил этот спокусник. Нажмите, и вам будет счастье. Как Акопян говорил. Вам будет счастье. Так. Тимур. Есть ли такая литература, помимо ваших, которые смогли бы рекомендовать прощению? Нет такой литературы. Значит, на всей планете я до сих пор был один и остался один. Вы можете рекомендовать прощению, как не надо вращать. Вот. Потому что я уважаю Греля за то, что он первый сказал, приверьте, повышает морозостойкость. Потом то, что Мичурин с этим не согласился. И страна на сто лет погрузилась во мрак. Вот. То есть Греля я уважаю. Если вы перечитаете Греля, вы найдете там то, что все остальное классика. Та самая, которую, не дай бог вам, выполнять его, его эти рекомендации. Вот. Шредера тоже я только дочитал. Нет, не буду. Вот. Мичурин. Мичурин, он ученый. Мичурин, он селекционер. Вот. Вы можете послушать его советы и точно так же рахлить почву под деревьями. А я против этого. Я не могу рекомендовать Мичурину. Вот. Кого рекомендовать из современников? Вообще никого. У него что-то в голову не приходит. Вот. А, кстати. Ой. Мы не дошли до Хольцера. Мы не дошли до Хольцера. Значит, смотрите. Времени нет. Хольцера надо отдельно разговаривать. Если бы разобрать его книгу. Я мог бы... Но мне за это не платят. Я не хочу его, так сказать, опять так же пинать, пинать. Вот. Потому что есть несколько приемов, которые, мне кажется, его бесполезные, глупые. Уважая его за что? Только один пример. Вы упомянули? Я сказал только один пример. Итак, Хольцер, в отличие от наших, наших можно назвать, как бы их назвать-то я уже называл, мракобесами. Помните? Не нашли большой муравейник в саду. Это компания из троих клоунов, которая себя называет Феми, пошла в лес, нашла муравейник и уничтожила его. Уничтожила. Они на другой день даже были повесткой выживаны. А штрафованы они, весь этот канал бобер штрафованы. Они могли сказать, да мы не виноваты, нам в сценарии написано, мы дурачки, прикинутся дурачками. А Хольцер, в его книге как написано? Он брал вот эти лесные большие муравейники. Каким способом? Может быть в мешках, может еще хитрее. Он переносил себя в сад. Чтоб мурави спасали его сад. Понимаете? Не уничтожали вот это звериное золото, а спасали. Вот за что я уважаю Хольцер. А потом его штрафовали эти самые экологи, штатные экологи. То есть в лесу было обнаружено, что он муравейник. Уже по-настоящему все. Это у них прекрасные сады, не у нас. И у них они не горят, как у нас. И вот за это он написал скромно. У меня были большие неприятности за то, что он тронул в лесу муравейники. Муравейника защищали там. Хотелось бы защищать сад. И за это его били. Сравните с нашим. Вот за это я Хольцеру уважаю. Но не все по Хольцеру. Потому что было такое, что... Ну вот у него какой-то, понимаете, я не буду уникать детали. Читайте книги. Подходите ко всему скептически или критически. У него был не сад. У него был и лес, а сад. Что росло, то росло. Он больше зарабатывал на этих, на самый красивый лес, красивый сад. Не было, конечно, у него то, что у меня в саду. Это дураку, понятно. Но он больше зарабатывал на книгах. Он больше зарабатывал на переделке, на рекламе переделки ландшафта. И зарабатывал на экскурсиях. Вот тут он молодец. Уважаю. Но, сами понимаете, это был лесоса. Это совсем другое направление. Уважаю его за то, что он муравейники уважал, а я его уважаю. Вот так, коротко про Хольцера. Теперь так. Я могу Хольцера рекомендовать, чтобы вы из его книги, я только одну читал, может, их несколько, чтобы вы извлекли оттуда какие-то зернышки. Какие-то зернышки, которые вам понравятся. Понимаете? Например, у вас такое место никудышное. А если у вас 2 метра до воды, 3 метра. А вы раз экскаватор выкопали, огромный котловат. Из этих самых выбранной земли сделали, как их называют, кучи горы, холмогоры. На холмах вода была близко, а тут раз на 2 метра подняли. Там уже и посадили деревья. А здесь водоем, а там рыба плавает, а там уточки, гуси. Что угодно. Купаться можно, что угодно. И защита уже, а тут была голая степь. А раз, и уже защита есть от этого. Вот тут Хольцеру цены нет, равных нет. А он еще и подробнее сказал, как это все обустроить. Поняли? Как террасировать. Слово терраса. Поняли? Вот тут вам уже Хольцерова книга пригодится. Но критический подход нужен. Критический выбрать. Те зернышки, которые вам подходят. Ведь копали же это самое, выкопают 5 метров, а воды-то нет. Изградовали его сейчас, а воды нет. Надо же... Нет бы... Тут скидается в эту авантюру. Даже не выкопал предварительно колодцы. Фух. Пойдем дальше.